И всем доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Колян Тепловосович, я продолжаю вид в Диуэйл, Вэлли и в прошлой серии мы снова уже брали магистральную работу и немножко позанимались маневрами. А сегодня, дорогие друзья, у нас появились поездочки на лесопилочку и, ребята, это довольно приличное расстояние, то есть мы находимся в Goods Factoring Town и вот здесь вот, ребята, у нас находится лесопилка и вот всю вот эту поездочку, ребята, мы сегодня проедем и я думаю, что на целую серию выйдет у нас поездка. И у нас тут есть два порожних состава из платформ, вот, и я думаю, ребята, что, конечно же, надо брать сразу оба. Так, вот у нас один. Так, у нас конкурентные задания, благо, включены, поэтому сейчас возьмем сразу же и второй. Так, ну и давай посмотрим, что у нас здесь. Так, это у нас на пути B3S и это у нас на пути B2S. И, да, ребята, конечно же, это те самые вагоны, маневры, с которыми мы выполняли в прошлой серии, вот, ровно те же самые платформы. Мы их в прошлой серии растаскивали, вот они тут стоят, вот, да, как всегда, уже далеко не в первый раз у меня я потом собираю обратно те же вагоны, которые раскидывал по разным путям в предыдущей поездке. Но зато, ребята, вот такая вот хорошая длинная поездочка у нас получается. Вот, почти, ну, где-то через полкарты мы, в общем-то, едем, ребята. Так что, я думаю, всю серию у нас сегодняшняя поездка займет. Ну, и, в принципе, мы готовы к отправлению. Поехали прицеплять наши вагончики. Так, B3S и B2S. Ну, вот только две платформы мы бросаем здесь, с прошлой серии. Вот, и сейчас объедемся так, чтобы встать передом на перегон, чтобы задом не ехать. Потому что задом ездить неудобно. Вот. И, в принципе, сосавчик у нас порожний. Сколько они тут весят? Этот 44 тонны, а этот 33. Ну, в общем, меньше 100 тонн, ребята, у нас. Так что наш Запорожье спокойненько справится. Кроме того, мы не заезжаем в горы, мы по равнинам едем. Там небольшие только холмики, поэтому дорога более-менее ровная. Вот, но, ребята, длинная. Поедем далеко. Сейчас прицепимся. Сейчас прицепимся. Сейчас прицепимся. Сейчас прицепимся. Все-таки, если сбросить тягу, то замедляться будем. Платформа. Пассежуров нету. Платформа пустынная, заброшенная. Часы есть. Кстати, интересно, надо будет поэкспериментировать. Вот у нас на платформе есть часы. Надо будет посмотреть, вот идет ли у нас время в игре или нет. Вот. Потому что, я не знаю, мне кажется, если в игре время не идет, то часы ставить это, ну, не знаю, ну, надо будет поэкспериментировать, посмотреть, работают эти часы вообще или нет. Вот. Или, в принципе, я сравнительно недолго катаюсь. Может быть, здесь игровое время идет, ну, действительно, есть игровое время, действительно, есть смена времени суток, я не знаю, может быть. В принципе, сколько, если все мои серии сложить, ну, часа 4-5 я катаюсь. Может быть, как раз я там стартанул где-нибудь в 7 утра, и вот сейчас 12. Теоретически такое возможно. Почему нет? Так, ну и давай сначала с B2S заберем, потому что он ближе. Надо чуть-чуть немножко откатиться. Все, вот здесь можно. Так, давай на всякий случай перепроверим. Вот. Потому что я один раз так подумал, что те же самые вагоны, а оказалось, что на том же пути такие же вагоны, а номера другие. Так, 919-й, 226-й, 879-й и 320-й, да. Так, а эти платформы у нас отцеплены, да. Так что можно сразу подъехать, подцепиться и забирать с соседнего пути. Окей, все, нормально. А то вот в какой-то, не в прошлой, а в позапрошлой серии я вот так тоже подумал, и не те вагоны взял, благо я ошибку заметил еще только когда с горловины станции выезжал. А мог бы не заметить ошибку, уже приехать не с теми вагонами в город, и потом бы голову ломал, а почему мне задания не принимают. Вот. Так что с тех пор я стал умным и всегда проверяю номера, даже если на 100% уверен, что те вагоны, все равно номера проверяю. Мало ли чё. Чё это? Чё это зазвонило у нас? Обычно, когда звоночек звонит, это значит, что у нас что-то нехорошее. Ну, вроде лампочки никакие не горят, значит, по идее все нормально. Слишком это самое, переборщил с тягой трогаться. У нас пустые платформы. Мало того, что пустые, так еще и платформа самый легкий вагон из всех. Так, четыре вагона должно быть. Да, четыре вагона. Так. И на B3S у нас тоже три платформы. Так, давай тоже проверимся сразу. Мало ли, какие, мало ли что-нибудь не так у нас. Так, здесь стрелка сюда. Так. И давай смотреть. Так. 886. 961. И 871. Да. Все правильно. Так. И здесь я их в прошлой серии сцепил. А. Наоборот, они... Окей. Все. Прицепляем и можем отправляться. Ну, сквозь дверь, так сквозь дверь. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Так, там я... Там я отцепил, но проверка лишней не бывает Да, всё нормально Всё, вагоны у нас прицеплены И мы готовы отправляться Я думаю, пока я шёл, тормоза уже у нас зарядились Я думаю, три вагона заряжаться недолго будут Да, так, ну и давай посмотрим по карте Так, во-первых, давай перелистнём, на какой путь нам парковаться С4С О, и здесь С4С Очень люблю, когда оба состава на один путь паркуются Это очень удобно Так, давай сразу перелистнёмся Посмотрим, так А, где у нас соумил? О, это листать и листать Так А, это у нас путь Так С4С Парк С у нас как раз сразу же это самое Прямо без отклонений Окей Так, ну и давай посмотрим, как ехать Я, наверное, ребята, поеду через ферму Это будет немножечко покороче Соответственно, это нам сейчас на первой развилке налево Потом прям-прямо за стилмилом поворачиваем направо И сразу, ну на ферме это, наверное, у нас прямо будет считаться И после нефтезавода поворачиваем сначала налево, потом проходим прямо А, естественно, я это всё... А чё это у меня? Я просто, я не буду париться Я просто нарисую себе схему Просто коротенькую схему Маленькую Условную Так, стилмил Тут уходит прямо Вот так вот Чтобы мне карту просто... Мне впадлу карту открывать Вот так же это делается Так Ол-вэл Так Вот так Надо было сюда сделать вставочку, как я всё это рисую Аккуратненько Ну ладно Всё Чтобы мне карту больше не открывать Поедем вот так Ну и всё, ребята, готовы к отправлению Включаем свет Включаем подсветочку Потому что она то нужна, то не нужна Поэтому просто включим и оставим И поехали Ну, зайка уже здесь Нас сразу о стрелке предупреждают Вот так Я правда не посмотрел, какое ограничение Ну, думаю, 40-50 по-любому ехать можно Давай 40 поедем Мало ли там на стрелке надо будет снижаться Хотя до стрелки... Я не знаю, почему так рано нам на знак нарисовали стрелку Но, в принципе, тут ехать и ехать на самом деле Сейчас главное, ребят, чтобы во время поездки У меня... Я сейчас вот только об этом подумал Главное, чтобы во время поездки У меня память не закончилась на компе Под видео Уже переборщил маленько С разломом Тут с горочки, видимо, катимся Хочу попробовать попади по этой стрелке Так, что у нас там по ограничению? 50 В последний момент успел это самое А то это самое 60 бы влетели Может быть, уже и кирдык был бы Так Эту развивочку проехали Теперь до самого стил мила Можно вообще про стрелки забыть Потому что здесь дальше все тупо по прямой Главное за ограничениями скорости смотреть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 80, ребята Но я буду 60 ехать Я больше 60 ехать не буду Потому что локомотивчик у нас маневровый запорожец Поэтому Больше по М60 у нас предел Выше 60 не буду разгонять ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас еще движок нагревается Надо еще давать ему остыть Периодически Сбрасывать тягу Надо нас пойти Как я по знаку понял У нас сначала спуск И потом подъем То есть такая Выемка получается Хотя, что я смотрю наоборот У нас скорость падает Как будто подъем идет Сейчас вроде перестало падать Все остыли, можно дальше ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Проезжаем гаражик наш, из которого мы стартовали Так, сейчас на всякий случай я возьму культик Мало ли у нас стрелки и по маршруту здесь Бескорость давай сбросим Как раз у нас... А, нет, туда 70, знаю Но все равно давай по станции сильно гнать не будем По станции 50 пройдем, тем более за станцией у нас сразу будет поворот И движок заодно остынет у нас Начинаем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то нам ограничения не предупредили, с какой скоростью по стрелке Поэтому я на всякий случай до 30-ничка решил сброситься Но так как сбрасываться пришлось быстро То сейчас у нас тормоза опять немножко долго отпускают ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А тут уже, смотри, даже накатом скорость набираем с горочки Ах, хорошо Вот, сюда мы еще не заезжали И даже вне видосиков я сюда не заезжал По крайней мере, после окончания первого сезона Вот такая вот у нас красивая, шикарная долина Красота Реально, сюда бы графику от Train Team World И побольше различных локомотивов Даже, я не знаю, даже можно, не знаю, различных национальностей Вот это, на самом деле, это как на макетиках Вот на макеты железнодорожных Можно там и американцев, и англичан вместе ставить Вот можно было бы здесь это самое Здесь дорога похожа на большой, огромный макет Вот, так что вот сюда бы графу из TSV и локомотивы Разные из TSV разных стран даже Было бы очень классно, очень круто Вот Я уже об этом говорил Вот самый-самый, самый крутой, вообще идеальный в мире ЖД-симулятор был бы, если бы скрестили TSV и D-Rail Valley Это был бы просто идеальный ЖД-симулятор Самый лучший, самый крутой вообще Так, фирму проехали По нефтезаводу, я думаю, будет это самое По нефтезаводу, я думаю, стрелки будут по маршруту По главному пути У нас, смотри, тракторы, хопперы, коробочки Я думаю, вот с лесопилки можно А, блин, это хоппер Я подумал, это контейнер поставили на вагон с боковыми стойками для деревьев В принципе, как бы, ну, у нас так делают Но, может быть, и в этой игре тоже так можно Я не знаю В принципе, прикольно было бы Ну, кстати, парочку русских локомотивов Можно было бы сюда Какой-нибудь Чмуху или ТМчик старенький Машку можно было бы На Машке я бы тут с удовольствием покатался В 2Т116 можно было бы, в принципе Особенно прикольно было бы на 2Т116 одной секции ездить Мне кажется, было бы весело Ну, в принципе, как бы, моддинг этой игры существует Вот, и пока он состоит даже не только из покрасок Есть еще какие-то моды, меняющие геймплей Но локомотивов пока я в моддинге не видел Хотя я давно уже, последний раз на модовый сайт заходил Может быть, там уже кто-то и локомотив смог запилить для Дирейл Вэлли И надо будет посмотреть Вот Если появятся моды на локомотивы для этой игры То, естественно, я сразу же обязательно этот мод установлю И обязательно обзор запилим на него Вот Потому что это вообще будет хитяра Кстати, там тупички какие-то еще Это у нас нефтезавод Сейчас за ним будет поворотик налево у нас скоро Надо будет по знаком смотреть Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Я думаю, можно подразогнаться Походу у нас тут подъемчик И подъемчик не хочет, чтобы мы подразгонялись Нормально, пробусовочку не хватаем Речка Это самая речка или она Ну, она, наверное, здесь раздваивается Там Да Красота Живописная и очень Очень живописную карту ребята сделали Очень красиво Даже, как бы Не сказать Как бы Против графики даже ничего не сказать То есть, вроде графика не сильно реалистичная Но она Она красочная И вот, как бы Виды получаются Очень-очень красивые И вот, как бы Ну, как раз там знак 40 был, но мы до 30 избавились. В принципе, там можно было уже на 40 газ давать. Как бы тормоза уже отпустили. Тут просто у нас подъемчик еще. Причем нехилый такой подъемчик, смотри-ка. Ага, у нас показывает гора, то есть сначала вверх, потом вниз. И уклон, приличненький такой уклон. И ограничение 40. То есть здесь уже такая более, ну я бы не сказал, что горестая, но холмистая такая местность, приличная уже. Но у нас поезд коротенький, порожний, и самые, это самая, платформа, это самые легкие волоны. Так что, ну и здесь все-таки еще не горы. Здесь еще так нормальненько, так что. Нам здесь хорошо. Нашему Запорожцу здесь хорошо. Подсветочку, наверное, можно выключить. В принципе, нам солнышко теперь здесь освещает. Так, давай-ка все-таки сверимся по карте. Правильно ли мы? Да. Все правильно, все хорошо. А то я просто у меня, я себе тоже записал, что у меня будет еще одна развилка. И смотрю вдаль. Там должен быть мост. Влево уходить. А его не было. Я подумал, мало ли, может я что-то где-то ошибся. Но нет, все чики-пуки. Все хорошо, хорошечно едем. Высокий берег. Тут на поворотике с рельсов слетишь, если то туда кубарем полетишь. В речку. Будет весело. Будет весело. Субтитры сделал DimaTorzok Ну даже тормозить не пришлось, на подъемчике скорость сама падает Нормально Заодно и движок остудили Нормально, а тут 80 сразу Пегасия Там впереди, ну-ка Там впереди 70 и предупреждение уже о развилочке Тогда давай, наверное, пока 30-ничка покатимся Ну или вообще тягу сбросим У нас тут, походу, вниз уже поехали Так, стрелка Стрелка прямо Все, отлично Сейчас с горы сам разгонится Вот это какая тут Пустырь такой Какая широкая развилка Это, наверное, самая широкая развилка вообще из всех, которые в этой долине есть Ну все Дальше мы должны прямиком на лесопилку прибывать Так, 60 50 Подъемчик начался у нас 40 Как раз Мы как раз под 40 и снизились Даже 30 уже Так И пока медленно едем Давай посмотрим Так, парк С у нас просто прямо будет И С4С Давай посмотрим С4С у нас будет самый правый Мы с юго-востока, по идее, едем Значит, самый правый у нас будет С4С Надо будет посмотреть, есть ли здесь депо Вот Потому что нам надо бы заправиться Надо бы нам заправиться Зря я тягу сбросил Подъем Ух ты, нифиг А, нифиг Вот мне что показалось Когда дерево Это самое Я в прошлой серии увидел Деревья как будто Не вверх росли А наискосок Это, смотри Это оно покачивалось сейчас Сейчас проехали Там дерево прям качалось Прям Прикольно Так, ну все Я думаю, здесь можно Так, это у нас на поворотный круг Стрелка, наверное, идет Я там по схеме видел Да Так С4С А, стоп Мы А, нет На С4С Все нормально Только вот на С4С Нам мешают Немножко вагончики Поэтому сейчас Надо будет Проехать туда Вперед И задом Можно было бы, конечно Бутербродом Встать Но я думаю Это Не очень Идея Давай лучше С той стороны Подъедем Протолкнем Их И надо будет Поискать Вот, смотри С боковыми Стойками Вагончики Бревнышки Вот В следующей серии Будем лесопилку Обслуживать Еще один Запорожец Здесь Так С4С С4С Да, все правильно С4С А, еще один Поворотный Круг Что-то я не понял А А Я Я Немножко Тупанул Мы-то С Юго-Востока Подъезжаем А я смотрел С Северо-Запада Вот оно Что Ну, ладно Все равно Как я и Предполагал У нас Это самое По умолчанию Стрелки стоят На парк С Вот Потому что Он как бы Главный Поэтому Не важно С какой стороны Приехали Но все равно Как я и предполагал Нас По умолчанию Без перевода Стрелок Именно Именно В парк Ц Отправляет Так Ну, давай Прямо По платформам Это самое Пробежимся Там В городе Это у нас Потому что Мы в тоннеле Были Я прям По платформам Бежал А здесь Просто По приколу Так Ну и Надо будет Подтолкнуть Еще вот Вагончики Ну, все равно Там Как Как увижу Что Ближайший Вагон В габарите Который Сразу За локомотивом Так Остановимся И Надо будет Посмотреть Есть ли Здесь Ангар Для Обслуживания Локомотива Я Очень Надеюсь Что Он Тут Есть Потому что Он Мне Нужен Ну, в принципе Если что Мы просто Этот Запорожец Бросим Здесь И возьмем Другой Припаркованный Вон там Потому что У меня Просто Уже Меньше Половины Бака Мне бы Подзаправиться Так Давай Проталкивай Проталкивай Мне просто Впадлу Те вагоны Прицеплять И снимать С автотормозов Поэтому Я их Просто Прям Заторможенные Толкаю Да, еще Выпрями Все Приехали Так Тут у меня Все Погашено Ну и Глушимся Так Видимо Видимо Где-то Где-то У нас Так же Насквозь Вагоны Встали Как В предыдущей Серии Ну да Вон Смотри Как Что-то Видимо Видимо Вот здесь Они у нас Насквозь Да Нет А Ну или Уже Разжались Потому что Так И Собственно Где здесь Станционный Офис Так Мы Получается В парке С А офис У парка То есть Вон он Давайте Давайте Денежку Получать Денежку Так Где мой Кошелечек И вот Это Тоже Кошелечек Что у нас там Сколько у нас там Денежка 34 тысячи Ребят Ну-ка Интересно Мы что-нибудь Купить можем А Ну Сначала Давай Обслуживание Посмотрим Так Обслуживания У нас Походу Нету Так Здесь Есть такая Штука Дизельный Сервис Да Дизельного Сервиса У нас Нету Дизельный Сервис У нас Только В Сити Саут Уэст Оил Вэл И так Далее Понятно Ладно Тогда Ребята Дизельный Сервис Будем Искать В следующей Серии Ну или Просто Вот Припаркованный Другой Запорожец Возьмем Вот Также В принципе Можно Сразу Уже Купить Двойную Тягу Или Давай Посмотрим Что у нас По заданиям Есть Так Южный Лес И Центральный Лес Вот я Хочу Потом Лес Обслужить Здесь Что у У нас Понял Принял Тогда Маневр Выполним На одном Локомотиве А потом Пересядем На другой Но ребята Это у нас Будет В следующей Серии А сегодня У нас Серия Получилась Достаточно Протяженная И на сегодня Я с вами Прощаюсь С вами был Колян Тепловозович Смотрите Новые Серии Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Всем удачи И всем пока До встречи В эфире